Мы сделали небольшую разминку и готовы приступить к созданию небольшого художественного произведения. Смачиваем лист бумаги водой и делаем первые штрихи краской. Краска легко расплывается по бумаге и это будет наш первый слой. Дальше формируем поверхность земли. Лист бумаги еще не высох и краска в свободном движении расплывается, создавая интересные эффекты. Получается такая легкая воздушная трава. Этот эффект мы сможем усилить вот такой тонкой кистью и самое главное, что не самой кистью, а ее тупым концом. Делая вот такие легкие движения, выращиваем траву с поверхности земли. Опять вернемся к большой беличьей кисти. Я усиливаю здесь поверхность земли. Ну вот, теперь вы увидите, что пространство работы формируется, потихоньку превращаясь в интересное произведение. Любая работа делается от общего к частному и наблюдая за общим пространством картины, мы все время возвращаемся к мелким деталям. А это уже знакомое вам движение, легкое движение руки и получается ствол дерева. В каких-то местах лист бумаги еще не высох, краска растекается, создавая эффект. Акварель как бы сама думает за нас и мы свободно позволяем ей это делать. Здесь участок листа подсох и мы формируем ветки, крону маленьких кустов, а теперь большого куста, грубой щетиной кистью, которая принимала участие в написании масляных картин и после многих неудачных промывок приобрела свою жесткость и грубость. Волос на кисти грубый и позволяет нам создавать вот такие эффекты. Лист бумаги начинает подсыхать и теперь можно приступать к мелкой деталировке. Прописывать мелкие детали, добавлять глубину в листве и делать мелкие веточки, чем я сейчас и занимаюсь. Важно в этом процессе иметь легкий подход. Очень часто в художественных школах занятия длится долго и таким маленьким десятиминутным работам времени преподаватели не уделяют. А именно когда время создания работы ограничено и мы не успеваем задуматься, очень сильно задуматься над тем, что мы делаем, какое произведение. То есть рациональная часть мышления немножко отключена. Мы стратегию рисования продумали до того, как приступили к созданию работы. И теперь нам нужно только легко следовать за проявлениями акварели и применять техники, с которыми мы познакомились в разминке. Здесь я усиливаю глубину листвы. Это еще один из способов рисования травы. Тонкая кисть и движение вверх от сырых пятен. Произведение практически закончено. Приглашаю вас на сайт советмастеров.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова